Только что закончилась победоносная 40-дневная война Азербайджана, который освободил около двух третей своей оккупированной армянами территории. Да, мог бы освободить и всю, но фокус в том, что очень большую часть этой земли армяне освобождают без боя, и это хорошо. Как уже всем понятно, основой победы азербайджанской армии стало массовое применение дронов. Именно эти небольшие машинки лишили противника почти всей бронетехники и ПВО, а потом и средств поражения, в первую очередь ракетно-артиллерийского вооружения. В конце концов, дело дошло до уничтожения конвоев снабжения и просто личного состава, укрытого в защитных сооружениях. Надо заметить, что настолько масштабного и эшелонированного применения дронов не демонстрировала ни одна армия мира. Даже Турция и Израиль, чьими дронами воевал Азербайджан, не знали таких масштабных боевых действий с постоянным применением нового оружия. В итоге, эта война показала, что вооружения предыдущего поколения, не учитывающие возможность такого нового вида боевых действий, полностью проигрывают и становятся как минимум бесполезными, а как максимум опасными, поскольку являются мишенями для атак дронов. Но вот что во всем этом интересно. В принципе, применение авиационных дронов, чисто организационно, не представляет большой проблемы. Ведь машина в воздухе физически ни с кем не контактирует, и проблемой для нее могут стать лишь погодные условия или эффективная система ПВО. Под последнее следует понимать, что ПВО должны обладать средствами поражения, стоимость которых адекватна стоимости цели. Тем не менее, все остальное тут работает в режиме чистого листа. Чуть сложнее дело обстоит с дронами морского базирования, поскольку операционный район будет насыщен судами и кораблями, которые придется учитывать при тех или иных видах действий. Но самыми сложными дронами, безусловно, будут сухопутные машины. Именно их алгоритмы работы должны быть наиболее совершенными, поскольку они не имеют однородной операционной среды, как вода или воздух. А напротив, им приходится действовать, как минимум, на пересеченной местности, насыщенной различными препятствиями. И главное, у них будет очень высокая вероятность взаимодействия с людьми, и это не обязательно будет противник, подлежащий уничтожению. И действительно, ни в открытом море, ни в небе дрон не сталкивается с человеком, и ему не приходится идентифицировать его, как своего или чужого. Причем, если авиационный дрон, заходя на цель, может получить команду оператора на атаку, или по совокупности признаков, в первую очередь географических, может идентифицировать личный состав противника без особых проблем, а главное, он будет иметь на это время, то сухопутный дрон может столкнуться с человеком внезапно и мгновенно отреагировать на него, в зависимости от того, свой это или чужой. Это надо хотя бы потому, что противник среагирует очень быстро и постарается вывести машину из строя, в ущерб общей миссии. По этой причине сухопутные дроны дольше идут к полю боя, но когда они там окажутся, можно не сомневаться в том, что это будут самые интеллектуальные машины в линейке своих собратьев морских и воздушных. Но все начинается с маленького первого практического шага и похоже на то, что он уже сделан. Многие уже видели ролики, в которых показаны роботы-собаки от Boston Dynamics. Недавно одна из таких машин проходила испытания на Чернобыльской АЭС, где использовалась как разведчик. Но эти машины уже длительное время обкатываются в насыщенной людьми среде, с тем, чтобы можно было максимально отточить алгоритмы их работы с точки зрения безопасности. И вот уже стало очевидно, что пройден некий важный рубеж, и от экспериментальных мероприятий роботы-собаки начинают задействоваться в практической плоскости. Так, на авиабазе Тиндал во Флориде впервые запускается программа использования роботов-разведчиков для охраны периметра базы. То, что обычно было возложено на вооруженные патрули, теперь будут выполнять роботы, оснащенные совершенными сенсорами и получившие специальную прошивку управляющей программы. Скорее всего, именно здесь начинается шлифовка взаимодействия сухопутного робота и человека в военной форме. Видимо, уровень искусственного интеллекта машины уже настолько высок, что ее можно запускать не просто в среду повседневной жизни человека, а перекладывать на него рутинную, но ответственную деятельность. В процессе эксплуатации этой техники машины будут продолжать обучаться, а вместе с ними будут обучаться и люди, в арсенале вооружений и техники которых появляются вот такие необычные союзники. Понятно, что на начальном этапе роботы будут выполнять исключительно разведывательно-наблюдательные функции. Но ведь и авиационные дроны дебютировали сначала как разведчики, обрастая датчиками и функциональностью, и только много позже их стали использовать как средство наведения для систем вооружений, которыми управляет человек. В конце концов, артиллерист или летчик мог даже не знать о том, что целеуказания, согласно которому он только что отстрелялся, на самом деле выданы машиной-роботам. Только после этого этапа, когда машины стали образцово справляться с этими функциями, системы получили собственное вооружение, и, как мы писали выше, стали его применять настолько успешно, что пока им очень сложно противостоять. Но заметим, до сих пор кнопку «Пуск» в системе управления воздушного дрона все же нажимает человек. И это потому, что у него есть на это время. Здесь, на суше, дроны тоже должны пройти примерно эти же этапы внедрения в боевую инфраструктуру. Вот сейчас мы впервые увидели роботов-разведчиков. Дальше они должны будут играть роль корректировщиков огня, и только после этого они получат оружие. Да, сейчас имеются дистанционно управляемые машины, и, в общем, именно в таком виде они существуют достаточно давно. Но здесь речь идет о совершенно другом классе машин, имеющих определенную степень автономности, которая изначально имеет большую степень расширения. И вот эти роботы-собаки стали первенцами в этом вопросе. А с учетом того, что их производство может очень быстро стать массовым, то, возможно, мы стоим на пороге перехода к новому виду боевых действий, описанному разве что в фильмах фантастического жанра. В общем, такой переход неизбежен, и вопрос был только в том, кто его начнет делать первым. И хорошо, что первыми оказались американцы. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok